МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня среда, 2 декабря. Смотрите выпуски телеканала АСА. Этот год для школьников пройдет по знакам сухпайка и дистанционки. Решение в отношении именно этих классов вызвано понятными причинами. Мнение народа, вопросы Путина и полный бардак в районном ЖКХ. В рубрике «Нота Бена» расскажем о событиях, которые влияют на нашу жизнь. Провальный ремонт площади ДК и улицы Зверева научил горожан бояться реновации. Расскажем о благоустройстве, которого не будет. И слава богу. Со следующей недели научное обучение в школы вернутся ученики 9-х и 11-х классов. Такое решение сегодня приняли в Управлении образования Ачинска. По словам заместителя начальника Галины Нефёдовой, выпускные классы выходят с дистанционки пока на две недели. Решение в отношении именно этих классов вызвано понятными причинами, потому что это выпускные классы и требуется серьёзная подготовка к итоговой аттестации. Поэтому эти классы выйдут в очный режим работы. В отношении других классов решение будет приниматься дополнительно с учётом складывающейся ситуации. Ученики 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов, по словам Галины Нефёдовой, пока остаются на дистанте. А начальная школа продолжит учиться очно. Также в Управлении образования сообщили, что ученики-льготники 5-х и 11-х классов получат сухпайки. За период с 9 ноября по 6 декабря. С 5 по 11 – это льготные категории. К ним относятся малообеспеченные категории граждан и дети с особенностями здоровья. Различием будет в данной ситуации то, что определена не общая стоимость продуктового набора, а стоимость одного дня. Таким образом, общая стоимость продуктового набора будет различной для разных территорий и, возможно, для разных школ. Как говорит Галина Нефёдова, это связано и с разным количеством учебных дней, и с разной датой выхода школьников с каникул. Какие продукты будут в льготном наборе, пока неизвестно. Но выдавать их, по словам Нефёдовой, планируется в школах города. Юлия Савина, Вильдан Калимулин, Новости ОСА. Это место в Ачинске, но вы его не найдете. Так по замыслу художника выглядит въезд в город со стороны Красноярска. Фантазия автора разыгралась не в творческом порыве, а по заказу мэрии. Как еще летом выяснил экс-депутат горсовета Игорь Чевгаев, тут планировалось благоустроить смотровую площадку, фотозону, качели с велопарковкой и зону биотуалетов. В общем, добро пожаловать. Это опять подтверждает бездарное отношение руководителей города к бюджету. На проектную сметную документацию выделено, потрачено уже 500 тысяч. Само благоустройство обойдется в 28 миллионов. Если быть точным, то благоустройство въездной зоны выходит в 28 миллионов 523 тысячи. Но денег этих нет ни в бюджете на 2021 год, ни в следующие. Логично возникает вопрос, зачем так дорого платить за фантазии из несбыточного будущего. Ответ мы получили на комиссию горсовета от главного коммунальщика. Приносим извинения, что власть обращается к народу спиной. Такие правила установила сама власть в эпоху Ахметова. Эпоха ушла, а правила почему-то не меняются. Ну а вот что касается благоустройства. За эти три года мы не обустраиваем или все-таки планируется обустроить эту въездную со стороны Красноярска группу? Ситуация на сегодняшний день примерно следующая. Данный вопрос находился и находится в зоне ответственности главного архитектора, которого на сегодняшний момент нет. Смешно, да? По выделению средств на благоустройство данной территории непосредственно в 21-22-23-х годах средства нами не закладывались. При отборе или определении общественных пространств на 22-23-е годы данная территория также не рассматривалась приоритетно. Насколько я знаю, там существует несколько моментов, которые необходимо доработать. Опять же, со стороны того же главного архитектора. Поэтому я не думаю, что вопрос закрыт. А еще уточните, кто автор вообще этой идеи был? Нет, у меня точно информации нет. Благоустроенный въезд, конечно, украсит город, но эта красота будет нелепой, когда сам город неблагоустроен. Вопросы Путину, мнение народа обязательно. И район без угля. В Нотабена собрали важные новости, которые влияют на нашу с вами жизнь. Сделать мнение народа обязательным для власти. Это инициатива депутатов Госдумы от Справедливой России. Они предлагают внести поправки в федеральный закон о местном самоуправлении. Вот суть проекта. Предлагается усовершенствовать публичные слушания. В частности, под инициативой населения в проведении публичных слушаний принимает заявление не менее 1,1 числа жителей муниципального образования. Извечать народ о публичных слушаниях не позднее, чем за 7 дней до их проведения. И самое важное, сделать решения публичных слушаний обязательными для исполнения. Сейчас они носят рекомендательный характер для власти. В Ачинске, к примеру, были публичные слушания по проекту межевания авиатора, когда жители обнаружили, что документ был сделан чуть не на коленке. Сколько в нем оказалось ошибок и несуразец. Люди проголосовали против такого межевания. Мэрия тогда не пошла против народного мнения. Хотя закон это позволяет. Новые публичные слушания пройдут 21 декабря. Очередная пресс-конференция президента Владимира Путина состоится 17 декабря. Это четверг. Задать вопросы смогут не только журналисты, но и простые жители разных городов и поселков. Обратиться к главе государства можно будет с помощью специального мобильного приложения. Доступно оно будет 6 декабря. Это уже ближайшее воскресенье. В общем, готовьте свои вопросы, пишите их президенту и ждите ответа. А в Ачинском районе похожая ситуация близка к критической. Зима только началась и морозы пока не трещали, а на котельных нет угля. Топимся с колес, говорят главы сразу нескольких сельсоветов. Проблемы сегодня у жителей Причулымска. По данным на 16.00 угля оставалось до вечера. В ключи сегодня завезли 10 тонн, но этого, по словам главы Сергея Карелина, хватит до послезавтра. У истребовцев запасов тоже на три дня. По нормам положено иметь минимум семидневный запас топлива. Такого, как нынче, в голос говорят сельские главы, не было никогда. Хотя каждый год в Ачинском районе отопительный сезон на грани срыва. Вот как ситуацию комментирует директор ресурсной организации МУП РКК Сергей Брилев. По мнению коммунальщика, ситуация под контролем. Сейчас сложилась крайне тяжелая обстановка с доставкой угля. Это поломались машины на разрезе Чулым-уголь. Поэтому изыскали средства, заключили контракты с перевозчиками. Ежедневно доставляем уголь на котельные. Если все, что говорит Брилев, правда, то жители района его оптимизма не разделяют. Котлы пока, по словам глав всей Советов, не останавливались. Но и зима вся впереди. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Частная наркологическая клиника номер один в городе Ачинске. Лечение зависимости под наблюдением квалифицированного персонала. Вывод из запоя. Вызов нарколога на дом. Кодирование. Реабилитация. Анонимность гарантируется. Подробности по телефону 8391-215-0033. Ветеринарная аптека 36, расположенная на территории фармацевтического центра губернской аптеки. Райское место для питомцев и заводчиков. Корма, витамины, игрушки, переноски, лежанки, лотки, наполнители. Амуниция, одежда для кошек и собак консультирует ветеринарный фельдшер. Улица Кравченко, 7А. Это Ольга. У нее варикоз. Но она боится операций, разрезов, наркоза и эти шрамы на ногах. А это Даша. Она удалила варикоз лазером. В клинике варикоза нет. Ждем вас в декабре. Таких цен больше не будет. В новой Причулымке еще больше подарков. Праздничные продуктовые наборы, посуда, постельное белье и многое другое. Подпишись на газету до 25 декабря и участвуй в розыгрыше призов. Подробности в газете «Новая Причулымка». С наступающим Новым Годом! Требуется почтальону в поселок Горный, Карловку и Березовый. Работа три раза в неделю. Зарплата в месяц 7500. Телефон для связи 9-42-42 или 8-923-292-9182. Закапывать коммуникацию не имел права. Так мэрия прокомментировала ситуацию на Манкевича. В конфликт с соседей с этой улицей вмешались власти. За последние три года один из жителей уже второй раз закапывает водоотводную канаву. И теперь, по словам его соседей, их дома снова будет подтапливать в дождь. По словам начальника земельного отдела Сергея Кобзева, сотрудники мэрии выезжали на улицу Манкевича и разъяснили, в чем не прав виновник соседского конфликта. У него выдано разрешение на проведение определенного вида работ. Закапывать какую-то коммуникацию, если она там существует, он не имел права в любом случае без согласования. Должна ли там находиться труба и каким она, скажем так, образом должна быть сделана. Ну, это к техническим специалистам вопрос уже после того, как будет установлено, нужно ли там проводить какие-либо работы, либо нет. Но, учитывая погодные условия, сейчас уже зимний период, снег выпал, именно нарушена ли сама водоотводная канава, установить не представляется возможным до наступления весеннего периода таяния снега. Сергей Кобзев отметил, что ситуация на Манкевиче теперь взята под особый контроль. И весной сотрудники мэрии выйдут на место с проверкой. Если дома на улице Манкевича не будет топить, говорит Сергей Кобзев, водоотводная канава на этом месте не нужна. Также, со слов начальника земельного отдела, жители могут установить канаву за свой счет. Нам важно ваше мнение, так что не забывайте оставлять свои комментарии у нас под постом в группе ВКонтакте. Ну, а сегодня очередная порция ответов от наших земляков. Ну, чистоты и порядка. Особенно комбинат. У меня окна туда выходят. Выходные дни это что-то ужасно. Честно работать. А еще? Ну, честно, и стараться сделать все для народа. Каким вы видите будущего мэра, который он должен быть? Среднего возраста, ну, чтобы маленько разбирался в этом деле. А не такой, как ваша дофамилица. В городе вот мне не нравятся серые дома. Мне хотелось бы, чтобы они такие разноцветные, красивые, честные, порядочные, заботливые. Ой, озеленения не хватает. Клумбы, вот, цветочки летом, вот это вот все. Какое он должен быть? Хозяйственник, хозяйственник. Любить свой город. Людей. Для людей, а не для себя. Работать для народа должен он. Делать что-то. Мне вот лично не нравится, что эту площадь сделали, дурдом. Мне кажется, отмывание денег каких-то и все. То есть контроль должен быть? Контроль, да. Контроль. И чтобы подсчитывался, куда деньги пошли, и все это сам народ должен знать. Конечно, дети у нас сами себе предоставлены на улицах. Вообще такого ничего нет. Раньше были как-то клубы какие-то, фотографии там. То-то, то-то. Дети были заняты, ходили. А сейчас, если все, кто хотят пойти, везде все платное. Кого-то не хватает средств. То есть для детишек? Конечно, конечно, для детей. Ну, я думаю, дороги, во-первых, нужно улучшить. Самая больная тема еще. И вот в парке бы, конечно, порядок навести. Так, рядом живу. А почему тебе не хватает еще? Да не знаю. Мне не хватает. Все хватает? Ну, в принципе, не жалуюсь. Ну, я думаю, должен держаться жизни города, во-первых. Ну, благоустройством, так сказать. Ну, и чтобы жилось, как говорится, хорошо в городе. Чтобы хотелось в нем жить. Чтобы дело все-таки обходило. В Ачинске, я считаю, что нужно обратить на людей, бездомных. И очень хотелось бы, чтобы был построен какой-то центр, где их бы кормили, мыли. Медицинские работники за ними следили. Потому что я считаю, что мы сами плодим таких людей, от которых потом сторонимся. Да, но ведь они же люди. Коли есть для животных у нас приюты, да. Ну, вот меня, например, это очень коробит. И мне обидно за нас, что мы не обращаем внимания на таких людей. А еще я по поводу вот этого парка. Как бы летом, ну, сами знаете, не очень приятно заходить, когда... Ну, ладно, мы все говорили, заросло травой. Я думаю, что проблема эта решается не так тяжело. Почему бы не поговорить с руководителями школ? Ну, каждому классу дайте поручение. Мы вырастим на подоконниках цветы. С удовольствием дети пойдут и посадят на тех клумбочках. Да, нам нужно завести землю, но будут цветы. Мы можем переходить их по лоте, верно. И дети будут чувствовать себя хозяевами города. Прошелся по городу и заставил своих же помощников пройтись по своим участкам. И сделать доклад в этот же день. И услышать, что, где, какие проблемы и как ты их решаешь. Ну, отмечу, что этот опрос мы будем делать вплоть до выборов нового мэра. И все пожелания и предложения обязательно передадим новому градоначальнику. Анна Ахмедова, Ильдан Калимуллин, телеканал АСА. Вот таких, как вы, не хватает. Я смотрю вашу передачу, вы мне нравитесь. Молодцы, вот молодцы. Молодצки. Молодцы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»